Английский король Георг V написал на первой странице Библии одного из своих друзей, когда дарил ему, и написал следующее слово. Пути к счастью находятся не в выполнении ваших желаний, а в безусловном желании выполнить ваше назначение. То есть, другими словами или простыми словами, пути к счастью не зависят от того, как ты захочешь прожить жизнь, но в безусловном желании выполнить то, что предназначил тебе Господь. Хочу, чтобы мы вместе с вами, думая о Рождестве и еще раз считая истории о Рождестве, могли увидеть в этой рождественской истории три примера безусловного послушания. Это будут три разные личности, которые были безусловно послушны Богу. И этим самым они исполнили свое жизненное предназначение и остались в истории. Эти три личности — это Иосиф, это Мария и это Иисус Христос. Первое, на кого хочу, чтобы мы посмотрели с вами, это Мария. Иван Леотлуки, первая глава, 26 стих. Мы выборочно будем немножко читать Иван Леотлуки, первая глава. Я только прочитаю 38 стих. Мы несколько раз читали эту историю. В 38 стихе Мария отвечает Ангелу. Тогда Мария сказала. То есть после диалога с Ангелом, когда Ангел сказал о том, что у нее родится, она забеременеет Сыном Божиим, и Ангел попытался ей объяснить, как это примерно будет. Думаю, она не все понимала, потому что это было что-то неестественное, нетипичное, ни для того времени, ни для нашего. Но вот в 38 стихе она отвечает. Тогда Мария сказала. Все раба Господня, то есть она говорит, я раба Господня, да будет мне по слову Твоему. Это 38 стих. Я раба Господня, да будет мне по слову Твоему. Она подчиняется воле Бога. Она подчиняется тому, что ей сказал Ангел. Мария приняла решение быть послушной. Мария приняла решение быть послушной. Есть очень известная песня, я прочитаю, куплет этой песни. Эта песня посвящена Марии. Знава ли ты, Мария? Название этой песни. Знава ли ты, Мария, что Твое дитя однажды по воде пойдет? Знава ли ты, Мария, что Твое дитя спасение принесет? Знава ли ты, что Твое дитя откроет истину, рожденный Тобою освободит Тебя? Знава ли ты, Мария? Знава ли ты, Мария, что Твое дитя отдаст зрение слепому? Знава ли ты, Мария, что твое дитя и бурю смирит? Знава ли ты, Мария, что твой мальчик средь ангелов ходил? Когда ты целовала сына, целовала Божий лик. Знава ли ты, Мария, слепой прозрит, глухой услышит и мертвая живет? Хромой пойдет, немой споет, вас валит Господа. Хвала. Знава ли ты, Мария, что твое дитя творец всего живого? Знава ли ты, Мария, что твое дитя над миром будет править? Знава ли ты, что твое дитя есть агнец Божий и младенец спящий в яслях? Святой Господь. Знава ли ты, Мария? Хочу спросить, и вместе с вами как бы у меня возникает еще несколько вопросов. Знава ли Мария, что от ее послушания ее жених Иосиф захочет уйти от нее? От ее послушания или соглашения, чтобы Бог стал ее сыном? От ее покорности ее муж или ее жених захочет уйти от нее? Знава ли она это? Понимала ли она это? Знава ли Мария, что от ее послушания ей придется рожать в хлеву? Наверное, мечтала об этом. Знава ли Мария, что от ее послушания ей придется вместе с маленьким Иисусом, ее мужем Иосифом преодолевать сотни километров, избегая смерти? Знава ли Мария, что от ее послушания на глазах убьют ее сына, Иисуса Христа? Знава ли Мария? Что-то знала, что-то понимала, чему-то доверяла. И ее послушание или доверие Богу давало ей четкую надежду, даже в самые трудные времена, даже в самые тяжелые времена, которые они переживали, особенно в первый период, когда она забеременела, когда Иисус только родился. Она полностью решила доверить свою жизнь Богу. Иосиф. Иосиф тоже принял решение быть послушным. Евангелие от Матфея, первая глава. С 18 стиха мы давайте прочитаем, тоже несколько стихов, первая глава Евангелия от Матфея, с 18 стиха. Евангелие Матфею передает, как бы, суть Рождества или что было, и вот смотрите, 18 стих. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве Духа Святого. Иосиф же муж ее, будучи праведен, и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, вот ангел Господень явился ему во сне и сказал Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все это произошло, да сбудет реченое Господом через пророка, который говорит, вот Дева в очреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит с нами Бог. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. И не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. 24 стих. Встав от сна, ангел во сне ему сказал, и вот он просыпаясь, он поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. Иосиф, знал ли Иосиф, что от его послушания придется всю свою жизнь слышать свой адрес, что его жена забеременела другого мужчины. Всю жизнь терпел эти насмешки, всю жизнь на него могли косо смотреть. Знал ли Иосиф об этом? Знал ли Иосиф, что от его послушания ему придется быть в бегах вместе со своей семьей много лет? Знал ли Иосиф, что от его послушания ему, как главе семьи, придется очень туго? Знал ли Иосиф? Что-то да. Что-то понимал, потому что он был часть этой культуры. Если, представьте эту картину, его жена или его, у них очень интересная культура, и вначале у них проходило сватание. И вот после сватания, сватание могло проходить в детстве, и когда их посватали, это могло быть даже без них, в принципе, без детей. И это уже будущее, в общем, муж и жена. Потому что они очень уважают, не просто, говорит, это чувство, не просто какой-то мимолетная такая любовь, но это серьезно, это семья, это очень серьезно. Поэтому они, родители, договаривались и решали задолго до того, как они еще выросли. И после сватания, вот это уже пара вроде бы. Дальше у них был еще такой, еще один пункт отправной, это обручение. И вот они уже были обручены, Иосиф и Мария были обручены, и это уже почти муж и жена. Их можно было уже считать мужем и женой, но был определенный период, зачастую было около года, для того, чтобы пришел день сват. Пришел день пира. Когда официально они уже были мужем и женой. И вот они на этом этапе, когда они уже обручены, то есть официально они вот-вот муж и жена. И она беременна Скорее всего мысли у Иосифа были те же Что беременна от другого человека От другого мужчины И поэтому он любя ее Посмотрите на его любящее сердце Вот человек, который на самом деле любит Вот эта любовь, которая готова жертвовать Он не хочет ее отдать на побиение камнями Что в принципе могли с ней сделать Он не хочет огласить и громко сказать Послушайте, она мне изменила Нет, он хочет тихо ее отпустить Потому что любит, потому что ценит Ангел восстанавливает его и говорит Послушай, это Божий Сын Это Божий Сын И он встав от сна Поступил как повелевому ангелу Иосиф принимает решение быть послушным Иосиф принимает решение исполнить Божье предназначение Для его жизни И третья личность, о которой я хочу поговорить Немножко больше, это Иисус Иисус провел послушание Иисус тот, кто прежде всего провел послушание Давайте откроем вместе филиппийцам Вторая глава, шестого по одиннадцатый стих Послание апостола Павла К филиппийцам, вторая глава, шестого по одиннадцатый стих Он, то есть Иисус Христос Будучи по природе Богом Не посчитал хищением быть равным Богу Но уничижил себя самого, приняв природу раба Сделавшись подобным человеком и по виду стал как человек Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос слава Бога Отца Вот этот Иисус, о котором мы вначале пели Тот, кто был на небесах, Творец всего Он решил стать человеком, решил стать настоящим человеком И подумайте только о том, что стоило для Бога, который живет вне времени Находиться в утробе девять месяцев Что было для него быть маленьким мальчиком И мы мало думаем об этом, писание мало учит об этом Или пишет о детстве его, но он, поверьте, был маленьким мальчиком Рос также с детьми, может быть с Ианом общался Это был его родственник Играл с какими-то игрушками Такой же был обыкновенный мальчик Что стоило для Бога, что стоило для Бога пройти всю эту дорогу Мы видим полное послушание Неограниченный Бог становится ограниченным, уязвимым И в конце своей жизни умирает Позорной смертью на кресте Хочу немножко, чтобы мы с вами посмотрели На то, на имя Иисуса Христа Это больше поможет нам открыть То, кто Он такой Чтобы мы могли больше посмотреть на Иисуса Христа Чтобы мы научились восхищаться Евангелие от Матфея Первая глава Мы этот текст читали Буквально еще несколько стихов Еще раз процитируем Это 21 стих Родит же сына и нарекут ему имя Иисус И дальше идет объяснение Ибо Он спасет людей своих от грехов их Первое имя, которое в этом тексте есть Иисус И второе в 23 стихе Это пророчество Сидева в очлеве примет и родит сына И нарекут ему имя Эммануни Посмотрим на эти два имя Имя Иисус, оно было понятно Для того времени Каждый еврей понимал, что имя Иисус Означает Или звучит в еврейском языке Ишуа И означает Иегова спасет И все эти люди ждали Спасения для своего народа Ждали спасения для Израиля Все люди с таким именем Понимали, что Он означает Но Иисус Христос Принявший это имя Он не просто Стал напоминать о спасении Он сам стал тем, кто принес это спасение Тот, который есть царь царей Господь господствующих Мог бы взять себе Какой-то более величественный титул Он его не взял Он мог бы назвать себя Как называли себя правители мира Того времени Иисус Великий Иисус Завоеватель Иисус Грозный Он не делает этого Иисус выбирает себе имя Задолго до сотворения Которое несет характер И суть его прихода на землю Он довольствуется этим именем Не потому, что Он не мог присвоить себе Какой-то другой титул Но признает себе Или присваивать себе титул спасителя И это показывает его функции Для чего Он пришел к нам Для чего Иисус пришел к нам Для того, чтобы спасти 21 стих Спасти людей своих от грехов Спасти людей своих от грехов Второе имя, которое есть в этом же тексте В 23 стихе Это имя Эммануил Это имя служило тоже титулом И придя в мир телесный Иисус самым буквальным образом Он стал пребывающим с нами Иоанн писал о том, что И Слово стало плотью Бог стал плотью Когда можно было рядом быть Вза Него, дотронуться до Него Слышать Его Находиться рядом с Ним Здесь вместе с Ним Отдыхать вместе с Ним Радоваться вместе с Ним Он стал плотью Он стал между людьми Он стал человеком Сверхъестественное рождение Иисуса Христа Единственное, что может объяснить Это сверхъестественное рождение Это Его сверхъестественная жизнь Он не прожил как обычный человек Он не прожил как типичный человек Или самый даже великий человек Прожил намного Выдающуюся жизнь Другую жизнь Один человек Очень скептически Относящийся к вере К верующим людям К непорочному зачатию Он однажды обратился К христианину И сказал Если бы я заявил Что знаю ребенка Который родился Без участия земного отца Ты бы мне поверил На что верующий человек отверил Поверил бы Если бы его жизнь Была такой, как у Христа Если бы жизнь этого человека Была такой же Как жизнь Иисуса Христа Его жизнь была на самом деле Уникальной Величайшее доказательство Сверхъестественного рождения И божественной сущности Иисус Это Его жизнь Хочу, чтобы Когда мы думаем о Рождестве Чтобы мы помнили Что Рождество Это праздник Серьезных решений Это праздник Серьезнейших решений Именно в Рождестве Бог решил послать на землю Своего Сына В Рождестве Бог решил Начать путь спасения От наших грехов Рождество Праздник величайших решений Вчера у нас на сужении Было несколько сильных решений Это решение В жизнь Решение в вечности Когда человек Принимает решение И отдает свою жизнь Об этих решениях Идет речь Для нас Рождество Тоже может стать Праздником Серьезных решений И эти решения Мы можем принести В подарок Нашему Спасителю В подарок Младенцу Иисусу Христу Который также является Творцом Богом И Спасителем Который однажды Пришел на эту землю Став человеком В конце своей жизни Умер Чтобы спасти Многих Грешных людей Нас с вами Поэтому Когда мы думаем О Рождестве Я хочу Поставить такой акцент Или такой Жирный Восклицательный знак Что Послушание Является решением Каждый день Мы делаем Тысячи решений Тысячи решений Мы делаем Каждый день Что делать Что не делать Куда идти Что говорить Что не говорить Тысячи решений За день Но как часто Мы пропускаем Самое важное решение Проходим мимо него Самое важное решение Быть послушным Богу Быть послушным Его Слову Сегодня мы смотрели На пример жизни Марии На пример жизни Иосифа Они что-то понимали Что-то знали Что их ждет И знали Что их будут ждать трудности И заметьте Что когда были трудности В их жизни Когда они проходили Очень сложные времена Очень сложные Они не падали духом Что их держало Что их ободряло В эти сложные минуты Божье обетование Божье слово Их объединяло Иисус Христос Тот маленький молодец Который был с ним Сегодня тот же спаситель Тот же Иисус Может давать нам надежду Друзья Сегодня на самом деле Полно боли в этом мире Полно горя Полно разочарования Смерти Понимаем Что здесь Хорошо не будет Поэтому в это сложное время Когда что-то Особенно сложное Проходим Надо направить Свой взгляд На Иисуса Христа Направить на Иисуса Христа Свой взор И в нем уже сегодня Получать надежду Только так Можно жить сегодня Быть счастливым Только так Можно иметь эту надежду Полное послушание Доверие Его слову Даст радость Уже сегодня Даже в самые сложные времена Хочу вдохновить вас Быть послушными Богу Быть послушными Его слову Когда мы открываем С вами Библию Начинать с молитвы Я говорю Боже Что бы ты ни сказал Я говорю Да Что бы ты ни сказал Мне сегодня Я говорю Да Я буду послушным тебе Я буду покоряться Твоему слову И не потому что Это легко Потому что Это очень сложно Это большой вызов Но потому что Это несет Благословение В нашу жизнь Может быть не здесь Но точно вечность Хочу чтобы мы сейчас Вместе встали Когда будем молиться Подумайте об этом Давайте встанем Если вы Может быть замечали Что не везде Есть послушание Что есть что-то Что Какие-то сферы В которых сложно Быть покорными Просто скажите это Богу Если вы хотели бы Обновить свое послушание Или свою жизнь Свою верность Богу То же самое лучшее время Принять это решение Сегодня и сейчас Давайте вместе Помолимся Укрой Желание Помолитесь Я в конце подержу вас